Ну, эмоции, конечно, честно сказать, негативные, потому что матч, я сказал, очень двайкое впечатление. Если мы начали очень хорошо, забили гол, создали сразу несколько моментов, потом чуть-чуть отпустили инициативу, соответственно, игра выровнялась. Тем не менее, начало второго тайма, я считаю, было достаточно для нас нормальным. Но ошибка в обороне, плюс опять-таки те же ситуации, которые мы не забили впереди, конечно, они никаких положительных эмоций вызвать не могут. Ну, и, соответственно, результатом, конечно, мы недовольны. Вопросы, коллеги? Пожалуйста. Мне нравится Парпинга, Владимир Мороз. Хазангий Эдуардович, я видел, как вы тепло общались с Вадимом Месеевым после игры. Вы в «Локомотиве» с ним работали, да? Да, ну, Вадима я знаю очень давно, конечно, и не один год вместе проработали в «Локомотиве» в Московском. Вы правильно заметили, у нас хорошие отношения по этому. Все и было на том же уровне. Как вам тренер, Вадим Геусеевым? Ну, я как бы не могу его обсуждать, но он работает давно, уже достаточно успешно, я считаю, что хороший тренер. Еще вопрос, пожалуйста. Андрей Дзюбак, прогнозиру. То, что вы отдали инициативу в первом тайме, связано именно с тем, что повели в счете? Ну, тут сложно сказать. Может быть, где-то подуспокоились, после того, как создали 2-3 момента. Может быть, чисто психология это была. Но я считаю, что, так честно говоря, начали обе команды достаточно интенсивно, было много борьбы. И вот духота, которая была в первом тайме, она, конечно, тоже там дала себе знать. Пока сложно какую-то одну причину определить и сказать, что именно эта причина и была с этим. В первом, не в первом, а до зимней паузы Махачкала пропустила 10 мячей. Сейчас в четырех матчах 4 мяча. А скажите, это свидетельствует о чем? О том, что вы перестраиваете игру больше в атаку? Моментов достаточно много задает в Ахачкалах. Ну, знаете, как бы игру не перестраивали, все равно в обороне отталкивается она от того, чтобы сыграть на ноль. Это самое главное. Когда моменты где-то это не получаются, то, конечно, это вызывает большую тревогу. То, значит, и заставляет нас концентрироваться то же самое на оборонительных действиях. То есть нам нужно уделять время и обороне, и атаке. То есть, как бы тут не могу сказать, что там перестроили и забросили, что такое оборона, забыли. Значит, как бы на ней не работаем. Нет, наоборот, тут надо работать все в комплексе. И оборона, и атака. Сегодня команда ваша, которая претендует на выход в Премьер-либу, играла с Кубанью, которая пока находится в зоне вылета. Это действительно такая разница в классе между командами? Ну, знаете, как я скажу, что в ФНЛ я не могу сказать, что там очень большая разница между всеми командами, которые находятся вверху и внизу. Тут, как обычно, всегда накал борьбы очень высокий. Значит, и одна-две команды, может быть, там чем-то как-то выделяются на фоне остальных. А остальные все примерно там плюс-минус, я думаю, что примерно одинаково по уровню. Поэтому, значит, каждый матч, это особый матч, и на каждый матч надо настраиваться выходить. Все.